Дорогие друзья, наш большой проект с Николаем Николаевичем Миклухом Аклайм, руководителем Центра изучения Южно-Тихоокеанского региона, научным сотрудником Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океане, Институт Востоковедения Российской Академии Наук, основателем и директором фонда имени Миклуха Аклайм, продолжается. Николай Николаевич, доброе утро, здравствуйте. Доброе утро, рад вас слышать. Взаимно, абсолютно, да. Мы изучаем в нашем цикле, но вы по звукам предварящим поняли, что цикл серьезный, изучаем семейные традиции аборигенов и, знаете, избавляемся вместе с познаванием этих замечательных людей юмористическим каким-то, может быть, несерьезным воззрением, потому что они плоть от плоти, так сказать, вот суть того, что нам надо, Владислав Александрович, вернуть в наши семьи, хорошо бы. И мы с Николаем Николаевичем нет-нет, да и вот в нашем цикле все время обращаем внимание на то, как крепка, так сказать, аборигенская семья. Семья папуасская. Семья папуасская, да-да-да. Как она крепка, чем она крепка, да, и как бы хорошо нам бы так укрепиться, как они. Да. Да, ну вот мы в прошлый раз много говорили о женщинах, да, и насколько действительно важную роль они играют в семейных отношениях. Сегодня я предлагаю поговорить об инициации мальчиков, посвящение в мужчины. Это очень интересная тема, потому что без этого как бы нет возможности создания семьи. Николай Николаевич, а можно нам, вот прежде всего, я смотрю, вы глубокий исследователь не только папуасов, но и жизни, и это меня очень радует, потому что мы разговариваем со взрослым человеком, который знает, о чем рассуждать, да. И вот почему очень важна для психики мужчины действительно вот эта процедура инициации, которой, ну, я рискну предположить, да, уже, ну, там, в свежий какой-то период, да, в наш относительно, который мы застали, ну, является, наверное, армейская служба. Потому что, так сказать, вот это испытание, да, это встреча с чисто мужским коллективом, вот, когда на смену всяким, ну, давайте, я не хочу никого обижать, но таким полуженским увлечением из серии «Что надеть?», какую музыку послушать, так сказать, как хайр на голове поставить, да, встает нормальная мужская задача элементарно выжить, и не только выжить, но и одержать победу, выполнить приказ, да, когда нет места вот этим сентиментам, вообще ничему нет места, кроме жизни. Вот, почему это важно, так, именно для мужчин? Ну, вы знаете, у нас, у казаков в три года ребенка сажали на коня, и если он хорошо держался, то, соответственно, продолжали его учить военному делу, ну, независимо от этого, смотрели, насколько он может быть. А, погодите, погодите, а если не хорошо, то он кто, в артисты? Вы знаете, в артисты разрешили уже потом, уже при Петре I, в 1709 году, в 1709 году, выборы атаманов стали только при утверждении царя-батюшки, и, соответственно, он же и разрешил некоторым, кто не очень хорошо держится на коне, быть торговцами, не поверите. Торговцами? Да. Ну, очевидно, из них были, может быть, и артисты, это, вот, к сожалению, этого факта не могу сказать. Без артистизма, конечно, не продашь туфту-то, да. Без артистизма, да. Вот, а вот если говорить о важности, да, вот это сама по себе, сама по себе процедура инициации, да, некого экзамена, да, получается, на соответствие каким-то стандартам, да, то, что нам сейчас о чем говорят? А у нас, товарищи, разнообразие. Ну, мы, слава богу, в семье, в стране пресекли гендерное разнообразие вот это, несколько десятков, это нам удалось пресечь, но, в принципе, мы же не избавились от толерантной вот этой заразы, на которой там на 30 лет нас одолевало из Сирии, что, ну, может быть, каким угодно, но все разные люди, нет такой, нет середины правильной, можно быть туда-сюда, вообще нормы нет, товарищи, ну, что вы, все хороши, да, а на самом деле мы же понимаем, есть, который хорош, а есть, который нет, вот и все. Ну, мы говорим о традиционных семьях, да, и есть традиционные семьи, они так или иначе, может быть, как мы поняли, да, что некоторые традиционные семьи имеют много жен, да, в семьях и много детей, а в других, соответственно, пара, и которая, соответственно, в дальнейшем уже развивает свою семью, но так или иначе, это, конечно, мужчина и женщина, потому что продолжение рода. Достаточно трудно, если мы говорим о каких-то семейных традициях, а семейные традиции, они должны передаваться, род должен продолжаться. Достаточно сложно говорить о том, как он может продолжаться, если есть какие-то, как вы правильно сказали, промежуточные звенья. Попытки мы знаем, но они бесплодны. Да, ну, может быть, кто-то работает над этим, может быть, получится, кто знает. Помните, была премия большая, миллион долларов, если мужчина родит когда-то. Я помню это еще в юности была такая премия. Ну, я думаю, что это пока невозможно. А вот о наших попуасах-то будем говорить сегодня? Конечно, конечно. Как у них, да. Смотрите, ну, во-первых, по поводу инициации. Вы превосходно сказали по поводу армейской службы, что это достаточный период, когда можно проверить себя. Но сама по себе инициация, она начинается с самого детства. Вот сам по себе процесс уже посвящения, когда ты уже посвящен из мальчиков мужчинам, может быть только если действительно семья и отец, в большей степени, если мы говорим о мальчиках, уделял внимание тому, чтобы передавать ему все вот эти вот секреты жизни. А как они передаются? Ну, просто при помощи дела. То есть если отец рядом берет с собой ребенка везде абсолютно, то он сам так или иначе учится. И подходит уже к процессу инициации, то есть посвящению. Если мы говорим о попуасах с северо-восток острова Новая Гвинея. Напомню, он находится недалеко от Австралии. Ни в коей мере не в Африке, потому что Новая Гвинея. Есть три у нас Новая Гвинеи, мы помним. Это Кавитриальная Гвинея, это Гвинея Бесао на Африканском континенте. И это Новая Гвинея достаточно далеко. Наша папа Новая Гвинея, о которой мы говорим. Вот месяц проходит процесс инициации. Это посвящение мальчиков мужчины. И проходит он не каждый год. Миклуха Маклая описывал, мой двоюродный прапрадед, 150 лет назад, что это происходит каждые 7-8 лет. Собирается группа мальчиков, которые подходят к определенному возрасту, когда уже пора что делать? Брать на себе ответственность для создания семьи, продолжения рода. И с разных деревень собираются в определенном месте, которое заранее подготавливают. Оно всегда возможно для посещения только для мужчин. То есть его не посещают эту территорию женщины никогда. Но перед самим процессом его подготавливают, выстраивают дом. Потому что хижины каждые 3-4-5 лет изнашиваются, их заново перестраивают. И туда, в эти хижины, вместе с учителями, приходят все те мальчики, которые, как семья решила, готовы стать мужчинами. То есть мы не говорим о возрасте конкретном. То есть нет такого, что вот в 3 года на коня или же в 15 лет ровно мы должны обязательным образом это пройти. Нет. Иногда это может быть в 15, иногда и в 20. То есть созревают по-разному люди, да? Есть такой лак такой, да? По вопросу созревания это относится к женщинам. На вопрос, когда же женщины выходят и девушки замуж, мой вопрос старейшинам. Они сказали, когда созреют. А вот когда мужчины созревают... Ну, вы знаете, у нас у мужчин, мне кажется, созревание основное идет не только от половой функции, а именно от сознания того, что ты можешь быть ответственным за свою семью. То есть может, в принципе, мужчина-то и не созреть в целом. Ну, мы, помните, говорили на прошлой передаче, что те, кто до сих пор находится и проживает вместе с родителями, это точно не попуасский обычай. Если в 40 лет ты живешь... То есть они могут гордиться, да? Наши? Да, которые приходят. Мам, пап, привет. Сынок, как будем твое 40-летие отмечать? Мы помним, что все-таки младший ребенок в семье в России, он всегда оставался вместе с семьей. Но только надо не путать ответственность. Ответственность лежала не на родителях его кормить, а ответственность лежала именно на младшем сыне, который приводил их себе в дом уже, в дом отчей, где он и родился. А, то есть младший сын брал на себя обязательства пенсионного фонда России, да? Абсолютно. Абсолютно верно. Равно как и церковь. Никто, кроме церкви и младших детей, не заботился о своих родителях. И о тех людях, которые, соответственно, были немощны по каким-то причинам. Это сразу же закладывалось. Но зато у него большой плюс. У него был дом. У него сразу же было хозяйство. И это достаточно хорошо позволяло у нас на Руси развиваться. Но мы говорим о папуасах. Вот смотрите, какая интересная ситуация. Месяц всего лишь. Вот, казалось бы, может ли ребенок или молодой человек чему-то научиться за месяц, чтобы действительно быть посвященным мужчине? Ну, как бы ему ни рассказали много интересного, мужчиной он может не стать. Вот именно поэтому подготовка к процессу инициации, к этому невероятному событию, когда уже он месяц этих испытаний прошел. Она происходит всю жизнь. Мне очень хорошо рассказали мои... Я вот, например, могу сказать на своем примере. Я своего младшего сына готов к процессу инициации с самого раннего детства. И поделюсь секретом. Может быть, радиослушателям будет интересно. Для того, чтобы передавать какие-то секреты семьи, нужно рассказывать о семье. Мы часто читаем интересные сказки, книжки. Это великолепно. Но забываем иногда о коротких интересных историях из своей жизни, которые детей-то больше всего интересуют. И вот эти вот небольшие истории... А вот я однажды у соседки сумку подрезал, сынок. Знаешь, сколько там было всего интересного? Колбаса, сыр, сметана. Мы потом с твоей мамкой неделю питались. Я однажды в СИЗО сидел, сынок. Шутка. Да-да-да. Ну, это зависит, разумеется, от широты умственных способностей человека, который хочет передать свои умения. Ну, если он хочет такие умения передать, очевидно, он сможет это сделать. Да. Вот. Но надо ли говорить, Николай Николаевич, надо ли говорить всю правду, как оно действительно было? Или надо мифологизировать эти вот сказания такие семейные? Вы знаете, правда, она всегда многим интереснее, чем любые мифы. Другое дело, что имеет смысл, наверное, рассказывать то, что ты хочешь передать. То, что ты хочешь действительно, чтобы передавалось из поколения в поколение, и те сложности, которые ты точно так же преодолел. Ну, вот если даже, как вы сказали, кто-то там, да, оказался в какой-то не очень хорошей ситуации, вот как он это преодолел? И что были такие же ошибки, но в конце концов понял и больше никогда это не совершает. Если сын по какой-то причине, да, оказался в такой же ситуации, он поймет, да, это было, но больше я этого совершать не буду. Это не мой путь. Папа также был в этой трудной ситуации. Почему нет? И он, ассоциируя себя с отцом, соответственно, совсем по-другому к этому ответственно относится. Потому что для мальчика, разумеется, это самый главный пример, хотим мы этого или нет, это его отец. И папуасы готовят это с самого детства. С 4-5 лет он всегда вместе с отцом. И, разумеется, подготавливает его ко всему. А к чему нужно подготовить? Обязательно строительство дома. Племя незнакомое У нас с Владиславом Александровичем эта музыка стоит на рингтонах друг друга. Очень красиво. А у вас? Друзья мои, с нами Николай Николаевич Миклух Маклай, в том числе, конечно же, и ученый, и руководитель Центра изучения Южно-Тихоокеанского региона, основатель и директор фонда имени Миклуха Маклая, своего двоюродного прадедушки. Да, ну и мы сегодня говорим о посвящении в мужчину. И мужчина, соответственно, у папуасов в семьях с 4-5 лет начинает знакомить ребенка сына со всем тем, что умеет сам. Да, Николай Николаевич? Абсолютно верно. Да, абсолютно верно. И это происходит таким образом, что ребенок находится все время рядом. Ну и дети нужны для того, чтобы, поскольку в деревенских семьях, чтобы они помогали. Потому что физически это достаточно бывает сложно, и дети растут, конечно, уже в последующем помогают. Ну, например, за тем же кокосом лазают только дети. Никакие взрослые не лазают, несмотря на то, что они могут это сделать. И вы знаете, вот этот сам месяц посвящения мальчиков мужчины, это очень торжественное событие. Месяц они находятся абсолютно без воды. Вот как вы думаете, месяц без воды? Вы что думаете? Без воды. Мы не говорим даже при еду. Да вы что? Человеку так не протянуть. Без воды-то. А месяц какой? Месяц-то зимний или летний там у них? Ну, в основном ноябре. В основном ноябре дождей нету. Дождей нету? При помощи дождя, да, в этот момент нет. Да что ж ты будешь делать? Ну, не хочется думать, конечно, о плохом совсем. Мы, конечно, можем, слушатели, предложить разные варианты. Но я думаю, что я раскрою все-таки, потому что существует сахарный тростник, которым они и питаются все это время. Это типа как арбуз у них получается, да? Нет. Это типа тростника, палка, которую ты очищаешь и жуешь. Фактически ствол дерева, давайте так, ну, тростник. И много ли там воды в тростнике-то? Выживали? Немного. Немного абсолютно. И все выживали. Есть и те случаи, когда не выживали. Есть. Но это не только из-за этого. Испытания происходят в течение всего месяца. И один из важных моментов, это то, что их посвящают, да, именно в секреты того духовности клана. То есть происходит обязательно церемония с музыкальными инструментами. И когда они приходят, все мальчики высаживаются рядом, в ряд в одной хижине, не могут двигаться никаким образом. Плюс к этому один из важных процессов, это на данной территории на Северо-Востоке, это обрезание, которое происходит без всяких абсолютно инструментов, каких-то специальных. А чтобы кровь остановить, ее заговаривают. И она действительно останавливается. Действительно останавливается? Ну, все же живы. У тех, у кого не останавливается, не выживают. Там и тростник не нужен. А они этого не воспринимают как жестокость, да, вот такое обращение? Потому что представьте себе современную нашу мамашу, чтобы она вот на такое сыночку своего любезного, который считается сокровищем, отдала. Это что, из Виргиния какая-то? Ну, женщинам не позволено. Не то, чтобы знать об этом. Они не знают, наверное, даже не знают об этих испытаниях-то толком, что там происходит. Они не знают об этих испытаниях, об этом не говорят. И то, что мы с вами, в принципе, говорим, это то, что популацким женщинам того региона неведомо. Они даже по итогу всего события, когда в течение месяца они получают знания, обучаются, корректируют то, как они должны, и какими они должны быть, ну, например, вот какими охотниками, как нужно поймать рыбу, каким образом остановить кровь, каким образом строить хижину, наставления их, что нужно делать в семейном... А как они объясняют женщинам, что вот кто-то не сдал этот экзамен и его не стало? То есть он вот в какая-то там версия подается женщинам? Вы знаете, там надо объяснять же не только и женщинам, но и мужчинам. Отец и мать отправляют. Отца рядом нет во время этого испытания. То есть отец всю жизнь готовит к тому, чтобы он находился месяц с людьми, ну, давайте так скажем, чужими. Один из них маг, другой из них помощник, если это много людей. Третий из них человек, который подготавливает и следит за окнем там в течение всего этого периода времени. То есть это достаточно маленькая территория, на которой находится много людей. И вот эти определенные правила, они позволяют им как-то структурировать, быть понятными. Во-первых, в общении друг с другом, а во-вторых, сближает их с кланом и со своими предками. Потому что ведь эти традиции, они позволяют получить внутреннюю силу. Они понимают, что их деды, прадеды, они делали это и проходили. Ну, почему он не может пройти? И женщины, конечно же, ну, не то, что с пониманием, у них нет вопроса. Это одна из частей культуры. Так же, как и они, женщины должны заниматься подготовкой своей девочки, для того, чтобы она, в конце концов, стала хорошей супругой. И вот здесь важный момент. Вы помните, мы когда-то с вами говорили о свинье, что по плану в Эгвинеи? Ну, как же без свиньи-то? И почему же она такая ценная? И почему такая дорогая? И ценность мяса. Ну, неужели нельзя сделать какое-то производство, чтобы это было дешевле? Ферм. Не вопрос. Да, не вопрос в этом. Вопрос в том, что раз в несколько лет именно свинью обязательным образом должна подарить семья тому, кто обучал его в течение этого месяца. И, соответственно, каждая семья, помимо других подарков, которые они хотят преподнести. И поэтому сама по себе свинья, которую уже во время пира поедает, а кто-то их, соответственно, забирает себе в последующем, потому что их много дарят, соответственно, это именно вот то посвящение единения в период того, когда они уже прошли этот праздник. Существует специально абсолютно обряд, который и наряд, костюмы, которые надевают в течение, после и по итогу этого праздника обязательный танец «Синг-синг» с барабанами. И в течение всего этого танца рядом могут находиться только мужчины. Они проходят по всей деревне, показывая, что эти мальчики, что эти дети, они, соответственно, прошли этот процесс. Женщины, взрослые, могут наблюдать за этим процессом, сидя в хижине из окна. Как в телевизоре. Девочки никогда. Их собирают, отводят далеко, и они никогда не видят этого процесса. Удивительно, удивительно. Николай Николаевич, и все-таки, наблюдая за этим всем лично, какой вы все-таки мужественный человек, да? Николай Николаевич Миклух-Маклая, основатель, директор фонда имени Миклух-Маклая, в нашем цикле «Племя незнакомы».